Благодать и мир вам, дорогая Церковь Христова! Позвольте мне перед началом, когда я прочитаю Слово Божие, сделать как предисловие, рассказать короткую историю, которая касается одной семьи из нашей Церкви. Брат свидетельствовал, что в далекие годы, годы репрессии, в одну семью, где было шесть дочерей и один сын новорожденный, пришли ночью за отцом семейства. Он знал, что эта встреча с властью, это, быть может, последний раз, он видит семью. Он попросил, позвольте мне совершить молитву, молитву за детей. И он сказал Господу, ходатайствуя о детях своих, о жене своей, и каждого посвятил Богу, просил молитвенно, чтобы Бог сохранил. Его увели. Он никогда семью не увидел. Но прошли годы, война, оккупация, годы жизни. Все семеро детей сохранены были. И все семеро детей имели семьи. Уже шестеро из них в вечности. Один сын младший остался. Это благословение Отца, молитва, она передается детям, внукам, правнукам, как дорогое то, что было в жизни их. Молитва благословения, молитва посвящения, молитва защиты Божьей, когда отец семейства ничего не мог сделать, только посвятить Богу. Я желаю прочитать сегодня другую молитву. Молитву Господа Иисуса Христа, который видел впереди смерть и готовился к этому. И перед уходом он совершил молитву, молитву ходатайственную. Мы ее называем молитвой первосвященнической. Это Евангелие Иоанна, 17 глава, с 1 по 3 стих и ниже. После этих слов Иисус возвел очи свои на небо и сказал, «Отче, пришел час, прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. Это есть жизнь вечная, да знаю Тебя, единого истинного Бога, и посланного Тобою Иисуса Христа». И с 14 стиха. «Я передал им Слово Твое, и мир возненавидел их, потому что они не от мира, как и я не от мира. Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил их от зла. Они не от мира, как и я не от мира. Освяти их истинною Твоею, Слово Твое истина. Как Ты послал меня в мир, так и я посылаю их в мир, и за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истинною. Не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. Да будут все едины, как Ты, Отче, во мне, и я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверуют в мир, что Ты послал меня. И славу, которую Ты дал мне, я дал им, да будут едино, как мы едино. Я в них, и Ты во мне, да будут совершены воедино, да познает мир, что Ты послал меня, и возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир Тебя не познал, а я познал Тебя, и эти познали, что Ты послал меня, и я открыл им имя Твое, и открою, да любовь, которую Ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. Это молитва Господа Иисуса Христа за апостолов. Это молитва ходатайственная, молитва просьбы Отца Небесного о защите, о Баграде, о благословении возлюбленных, избранных им апостолов. Эта молитва имела силу. Бог услышал ее, Бог ответил на нее. Все были сохранены. Но когда мы читаем Священное Писание, мы видим, все апостолы, кроме Иоанна, были насильственной смертью умерошлены. Когда мы читаем Деяния апостолов, видим первого мученика, Стефан, которого страшно смертью побили камнями. А где же молитва Иисуса Христа? А где же защита Бога? А где же был Иисус Христос, когда побивали Стефана? А вот он где был. Деяния апостолов, 7 глава, 55 стих. Стефан же, будучи исполнен Духа Святого, воззрел на небо, увидел славу Божию и Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал, вот я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога. Иисус там был, одесную Бога, по правую руку от Бога. Он имеет силу, Он управляет миром, Он сохранил для вечной жизни, неважно, какой смертью, как мы говорим, своей смертью или насильственной, быть может, это к большей славе. Но Господня молитва об апостолах, она была услышана, и Бог ответил, и Бог сохранил. Ныне они находятся в ожидании славного, единого встречи с Господом Иисусом Христом и с Богом Создателем. Для учеников было понятно слова, который сказал, «Не бойтесь убивающих тела, души же не могущих погубить, но бойтесь того, кто может и душу, и тело погубить в гиене». Учеников не смутило апостолов, не смутило смерть насильственная их братьев. Веру их не поколебало. Они верили в слова Иисуса Христа, «Верующий и живущий в Меня не умрет вовек, а если умрет, то оживет, оживет для начала вечной жизни». Господь Иисус Христос был услышан, и Его молитва была отвечена. Дорогие братья и сестры, насколько дорого мне было историю услышать брата, который свидетельствовал о том, что его отец когда-то посвятил их Богу. И эта молитва была как знаком над ним, как защитой, как оградой, как благословением на протяжении всей жизни. И она передается через поколение. Дорогие братья и сестры, у меня для вас хорошая весть. Добрая весть, которая дорого. Почти две тысячи лет тому назад Сын Божий, Сын Человеческий, Иисус Христос, молился о тебе, брат, молился о тебе, сестра. Он молился обо мне. Так написано. «Не они же только молю», двадцатый стих. «Но о верующих в меня по слову их». Это молитва Иисуса Христа, который видел наперед. Он Бог. Он имеет предвидение, видеть наперед. Он видел и наше поколение, наше время. Он видел тебя. Он видел тебя. Он видел меня. В свое время Он позвал меня. В свое время Он позвал тебя. Помнишь, когда ты отозвался? Это была славная встреча с Ним. Быть может, дорогой друг, Он зовет и тебя сегодня, и ты еще не отозвался. Это голос любящего Бога, который Духом Святым через Слово работает в разуме нашем, в сердце нашем. И вот эта встреча. Он молился о единстве. Это не говорит о том, что Он молился, чтобы был создан некий союз, объединяющий все церкви вместе. Он молился о внутреннем единении, о моральном единении. Он молился о том, чтобы христиане были похожи, как Иисус, Сын, явил Отца. Он говорил, видящий меня, видел Отца. Такий мир, глядя на христиан, чтобы мог увидеть Иисуса Христа. Эта цель достигнута. Он молился о единстве и славе. славу Иисус получил полную, когда воскрес и вознесся и воссел во славе, одесную Бога. Дорогие братья и сестры, эту славу Он дарует и детям своим. Это будет радостная встреча, когда дети Божии, рожденные от воды и духа, будут собраны воедино, как одна семья. И в центре будет Господь Иисус Христос, который является главой церкви. Это будет прекрасная встреча. Мы в ожидании этой встречи. Кто-то в ожидании встречи уходит раньше. За короткое время в нашей церкви мы проводили нашего брата Виталия Вениаминовича, которому Бог дал дни жизни, дал время приготовиться и забрал вечность. Мы проводили Александра Федоровича, которому дал Бог время долгой жизни, время приготовиться и забрал вечность. Мы проводили нашу старицу Нину Алексеевну, который дал Бог долгие годы жизни благословенные, потом дал время приготовиться и забрал вечность. Недавно мы проводили нашего брата Николая Васильевича, которому дал Бог долгие годы благословенные, приготовил и забрал. Нашего брата Андрея Бережного сегодня нету. Он поехал там, где собрались родные, его дедушка Виктор Томасович Бережно. Я его хорошо знал, мы в одной церкви были. Благословенный служитель, достойный уважения, 91 год. Крепкого телосложения, до последнего дня ездил на велосипеде, тренировал сердце свое. Приехали от дочери, посетив, легли спать, утром жена пошла будить его, а его уже нет, он в вечности. Господь не дал время подготовиться, забрал, каков был. Вот так Господь переселяет детей своих, и они находятся там, вместе с апостолом, вместе со Стефаном, ожидая сладной встречи, когда при гласе архангела, при трубе Господней, они получат тела прославленные, оживущие изменятся, и встреча будет на облаках для новой вечной жизни, благословенной, начала Царства Его во славе, где Иисус Христос величественный, и рядом с Ним Церковь. Это будет начало благодатной жизни. А вот в подготовке мы имеем сегодня день особый. Хлеб, вино, всякий раз, когда вечеря совершается в Церкви, это первое, вечеря, это единение. Слово Божие нам говорит, один хлеб, и мы многие одно тело, ибо причащаемся от одного хлеба. мы все разные, в разных концах земли, в разное время, но одним духом напоены. Одно тело, крестившееся, а вторая сторона, когда мы совершаем вечер Господнею, это провозглашение, Христос придет опять. Сие творите, в мое воспоминание, доколе Он придет. Он придет за церковью, у Него нету мертвых, у Него все живые, одни там в обителях, а другие здесь. И Он настолько любит послание Иоанна, Евангелие Иоанна, 16 глава, 27 стих. Ибо Сам Отец любит вас, потому что вы возлюбили Меня, говорит Иисус, и уверовали, что Я исшел от Бога. Дорогие братья и сестры, Бог Создатель. Он любит тебя. Он знает тебя по имени. Он заботится о тебе. Из Его руки никто не похитит. Насколько ты любишь Его? Насколько Я люблю Его? Это время испытания нашей внутренности. Насколько Я и ты любим Господа в повседневной жизни нашей, в мыслях наших, словах наших, поступках наших, в любви друг к другу, как к Его детям, братьям и сестрам нашим. Сегодня Господь для нас приготовил прекрасную трапезу. И вот перед началом прославим того, кто возлюбил нас из любви к нам, к тебе, ко мне. Он послал на эту землю Сына Своего, Иисуса Христа, единственного, единородного, святого, праведного, который стал жертвой умилостивления на позорном кресте Голгофском. И кровью Его мы все омыты, очищены, и мы дороги Ему. Он любит нас. Прославим его в молитвах. Аминь. Продолжение следует...